Здравствуйте, Натали! Ваш вопрос. Хотела спросить, что сделать с книгами, значками коммунистическими, которые у меня дома? Книги не мои, а папины. Значки продать можно с символикой коммунизма, звезды, серпа и молота. Книги и журналы, свидетели и говы есть. Можно ли их в доме держать? Книга «Наука. Самосознание» про Кришну и йогу в доме есть. Не моя. С ней что делать? Также, если есть ворованные вещи в доме, но не мои, не я их брала, то что с ними делать? И может ли это все иметь влияние на дом и на меня, если в нем живу? Заранее спасибо. Да, Натали, это будет иметь влияние на атмосферу. Потому как у всего есть легальное право. И легальное право дает человек. И вот почему написано «Не давайте место дьяволу». И вот тогда, когда мы считаем маловажным, что в нашем доме есть, когда-то Давид сказал «Вещи непотребны, я перед глазами не положу». А теперь посмотрите по отношению книг, которые были в одни деяния апостолов. Что они делали? Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А они много занимались оккультизмом, там в языческом мире, где апостол Павел проповедовал. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхам. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. С одной стороны, если это лежит на вашей территории, то вам надо разбираться, почему оно у вас. Если это чужое, надо отдать. Если это уже не имеет хозяина, но оно у вас осталось по каким-то причинам, то лучше от этого избавиться. Как вы это сделаете, это уже ваш выбор. Но на самом деле нет пустых знаков и символов, которые были привнесены в нашу страну через оккультизм. И в данном случае я вам совершенно основательно могу говорить, что символика Вавилона – серп, молот, звезда. Тем более, опущенная одним концом вниз – это вообще символика сатанизма. Поэтому будьте аккуратны, чтобы эти символы не окружали ваш дом. Потому что разорений может быть много от них, или, по крайней мере, атмосфера создается через это. Но я не хочу, чтобы мы переложили свое поведение и ответственность за него на знаки только. Поэтому если мы несем с собой мир в своем сердце, в своей душе, мы созидаем такую атмосферу. Но опасные форточки и двери лучше закрыть, чтобы туда не проползали никакие змеи из духовного мира и не оказывались опасными в самый неподходящий момент. Поэтому наведите порядок в своем жилище. С чужим разберитесь. Если есть хозяин – отдайте. Хозяин пусть разбирается сам. Для себя свою территорию вычистите. И Господь вам в этом поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова